Добрый день, уважаемые крымчане, радиослушатели, в эфире «Бизнес-технологии». Я сегодня обращаюсь ко всем гражданам Российской Федерации, к туристам, ко всем людям, которые планируют в этом году посетить Республику Крым. А наша передача, она посвящена, в общем-то, тому, как зарабатывать деньги у нас в Республике, как двигать различные отрасли экономики. И эта неделя сложилась таким образом, что мы в основном говорим о предстоящем курортном сезоне 2015 года. Вчера, например, мы встречались с Людмилой Полей, директором «Генуя Тур», это туроператор наш крымский, которая дала общую оценку того состояния, в котором находится отрасль. Мы поговорили о звездности, мы поговорили о различных аспектах, связанных с транспортом, с регистрацией, с тем, что многие условия для ведения туристического бизнеса в Республике упростились значительно буквально за последнее время. А сегодня мы продолжим разговор о предстоящем курортном сезоне 2015 года, и мы сегодня поговорим о снабжении, о снабжении наших мини-отелей, отелей более крупных, о всех, ну, как бы официальным языком местах размещения туристов. Мы поговорим сегодня о текстиле. И у нас в гостях директор оптового центра для дома и гостиниц Арутюн Аганисян, который вот согласился прокомментировать сегодняшнюю подготовку к курортному сезону. Здравствуйте, Арутюн. Здравствуйте. Арутюн, вы на самом деле в Крыму не так давно? Не так давно, полгода. Полгода, да? А вы приехали из Иваново. И это знаменитый город, ну, город-невест, но это текстильный центр всей Российской Федерации. И вы, в общем-то, приехали сюда, в общем-то, с поставками того самого текстиля, который востребован отельным бизнесом. Да, точно. А вот давайте поговорим вот об Иваново. Я, на самом деле, и раньше слышал, и, в общем-то, из разговоров с вами я понял, что это город, отличающийся от других регионов Российской Федерации, прежде всего, колоссальной предприимчивостью людей, которые там живут. Да, мелкого и среднего бизнеса чаще всего. Ну, город-невест, это понятно, текстильный рай, это понятно. Вот расскажите, как это все устроено? Вот как этот бизнес текстильный, вот как он развивался в этом городе? В свое время, в советские времена, в Иваново находилось несколько десятков крупных комбинатов, очень крупных комбинатов, и обеспечивали весь Советский Союз. Ну, после развала, в начале 90-х, развалились и крупные комбинаты, так как, ну, все было планировано, и в связи с этим не выдержали конкуренцию. Ну, естественно, специалисты остались, и технологи, и скачи, и швей, и произошла такая ситуация, что эти крупные комбинаты разделились на очень много-много-много мелких, частных, частный бизнес. Швейных фабрик. Да, тогда это было тяжело назвать швейными фабриками, в 90-х это были такие маленькие... Цеха. Цеха, да. Но на сегодняшний день уже малый бизнес укрепился, очень много новых станков, новых компьютерных технологий, специалисты растут, и на сегодняшний день уже в Иваново не только знаменит ивановским текстилем, там, ивановскими цехами, производственниками. Многие иностранные производители открывают у нас производство в Ивановской области, из Китая, Турции, Пакистана. На сегодняшний день Иваново остается крупным текстильным центром для всей России, 90% всего текстиля покупается в Иваново. Угу. Вот вы, ну, создали на территории города Симферополя оптовый центр, который во многом, я так слышал краем уха, похож на знаменитый Ивановский Рио. Ну, Ивановский, да. Потому что в Иваново на сегодняшний день, в связи с тем, что очень много производственников, открылись очень много больших торговых оптовых центров. Именно оптовых, не развлекательных. Сюда собираются из всей России, приезжают и закупаются оптом. Все предприниматели, продавцы, посредники и так далее. И есть торговый центр Рио в Иваново, куда приезжают тоже много предпринимателей. Мы хотели в Крыму создать аналогичный торговый центр, но более маленького масштаба, скажем так. Ну да, вся Россия и Крым. Да, да, да. И очень много производителей в Иваново согласились со мной, что в Крыму открыться, выставить свои изделия, продукцию. И мы открылись, да. На сегодняшний день несколько десятков производителей мы представляем в Крыму, в Симферополе. Ну давайте вот представим такого типичного крымского отельера при там малых отелях. То есть, например, у человека есть там отель, мини-отель, он сдаёт там 10, 15, 20 номеров, да. Вот из наименований, вот что ему нужно для того, чтобы принять гостей вот именно с текстильной точки зрения? Ну, начиная от матрасов, матрасы, потом идут подушки, одеяло, ну, постельное бельё, естественно. Естественно, отельерам нужны, у них есть свои сотрудники, одежда для горничных, для обслуживающего персонала. Естественно, существует очень, кроме отелей, существует очень много кафешек, ресторанов. Нужны поварская одежда, очень много в Крыму, допустим, санаторий, медицинских учреждений. Для них нужны там также хирургические, там медицинская одежда, медицинское одноразовое там бельё и многоразовое в том числе. То есть, во всём мы можем помочь выбрать. То есть, все эти позиции можно закрыть? Да, 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 помочь выбрать, да. Вот такой вопрос, мы его с вами обсуждали, но он, на самом деле, мне кажется, очень важным и интересным. Крым – это новый субъект Федерации, который вошёл в состав Российской Федерации. По большому счёту, здесь есть аэропорт, но текстиль производится не только в Иваново. Текстиль делают китайцы, текстиль делают турки, но они этими поставками как бы в Крым не занимаются. Соответственно, получается, для ивановцев… Ну да, в связи с тем, что мировое сообщество ещё не признана, Крымская Республика, то есть, они не могут напрямую завозить свою продукцию, и это обойдётся очень дорого. Естественно, ну, в связи с тем, что вот такая ситуация создалась, Иваново, я вам скажу, иванские производители на сегодняшний день – самый оптимальный регион, где производится, цена-качество соответствует. И в связи с тем, что, да, сейчас многие-многие бизнесмены, коммерсанты Крымской Республики, да, работали там с украинскими поставщиками и так далее, у них тоже возникает вопрос, где достать, то есть, есть магазины, очень много магазинов, и, естественно, им надо выходить на Россию, только на Россию. А в России самые оптимальные цены – в Иваново. Получается так, что либо людям надо ехать в Иваново для того, чтобы закрыть свои там товарные позиции, либо, получается, представительство Иваново находится в городе Симфердор? Да, находится, уже находится, уже находится, у нас очень грамотные специалисты, подберут для любого уровня гостиниц постельное бельё, цена-качество будет оптимальное. То есть, получается, вы для крымчан, вот это в условиях, когда есть транспортная блокада, когда непризнанная республика, когда, в общем-то, сюда контейнерами не возят, вы закрываете вопрос, связанный с логистикой по материку? Да. То есть, получается, здесь от вас можно прямо самоходить? Да, по ивановским ценам производителя купить в Симферополе. Понятно. Такой вопрос. Мы сейчас этот вопрос обсудим, уйдём на небольшой перерыв и дальше поговорим уже о подготовке к 2015 году, к сезону аккуратному. Насколько изменилось качество текстиля по сравнению, например, с советскими комбинатами и нынешними? Вот есть какие-то изменения? Очень большие изменения. Во-первых, в советские времена, и сейчас уже 25 лет прошло, изменились во многом технологии производства. Всё более компьютеризировано, более современно. Во-вторых, ивановские производители, те мелкие цеха, тоже развились намного, что у них сейчас оборудование, все технологические, все импортные оборудования, всё импортное оборудование. Кроме этого, как я ещё раньше говорил, иностранные, сами иностранные коммерсанты открывают в Иваново свои производства, потому что у нас намного дешевле и качественнее рабочая сила, и потенциал большой. То есть квалифицированные швейки, которые стоят для коммерсанта, они получаются выгоднее? Выгоднее, выгоднее, да. В Китае тоже есть, но там нет такой квалификации? Нет, в Китае тоже есть, но в связи с растаможкой на сегодняшний день дешевле привозить сырьё, производить здесь, чем растамаживать готовую продукцию там из Китая, из Турции. Понятно. Но советский текстиль был качественнее современного, либо там нельзя так сказать? Нельзя сравнить. Тогда были другие, другое качество продукции. Сейчас очень много новых видов тканей образовалось, очень много, там разнообразие больше стало. Кроме технологий, там очень много продукции, которая не существовала в 90-е годы, независимо советское время это было или не советское. Понятно, спасибо. Уважаемые радиослушатели, мы сейчас уйдём на небольшой перерыв, а после пары песен мы обсудим подготовку к курортному сезону 2015 года и о том, поговорим подробно, как формируется предложение для отельеров, как, собственно, ну вот взять гипотетическую там человека, который сдаёт номера или который владелец отеля, и как ему сформулировать свою потребность, что ему нужно, как ему сформулировать эту потребность там на бумаге, и чем могут помочь специалисты центра для гостиниц, которые находятся в городе Симферополе. Об этом поговорим после небольшого перерыва. Бизнес-технологии. Мы радиослушатели возвращаемся в студию. Мы все силы этой весной прикладываем к тому, чтобы не только курортный сезон 2015 года состоялся, но чтобы и все крымчане, которые участвуют в проведении этого сезона, они провели его на самом высоком уровне. И поэтому сегодня мы обсуждаем вопросы снабжения отельного бизнеса, снабжения текстилем, и у нас в гостях Арутюна Ганесян, директор оптового центра для дома и гостиниц, который занимается поставками текстиля из Иваново, причем Иваново не только произведенного на территории этого знаменитого текстильного центра Российской Федерации, но и как оптовой такого хаба, который завозит на территорию России китайский и турецкий текстиль. И, собственно говоря, этот центр у нас находится в городе Симферополь, и мы сегодня обсуждаем саму технологию взаимодействия. Арутюн, такой вопрос. Как происходит, собственно, взаимодействие с владельцами отелей, с частными домохозяйствами, просто с хозяйками, которые хотят что-то себе купить? Ну, как это все происходит? Ну, на сегодняшний день мы общаемся, то есть ездим по гостиницам, по разным санаториям, мини-гостиницам. Скажу, очень приятное общение, люди добрые, доброжелательные, гостеприимные. Но прежде чем начать там обеспечивать, естественно, каждая гостиница, каждый санаторий имеет свой уровень. То есть мне надо понять, то есть, заходя мне, чтобы предложить, сделать предложение, мне надо зайти в номер, посмотреть уровень, уровень постельного белья, и тогда я могу предложить более оптимальное для них постельное белье. Ну, люди, тем не менее, очень часто приезжают в Симферополь, и, естественно, они могут и, собственно говоря, ваши центры посетить. Я думаю, что в этой программе, которая полностью посвящена индустриальным вопросам, можно вполне свободно сказать, где вы находитесь. Мы находимся на улице Героя Сталинграда, это торговый центр «Фуршет». У нас помещение 2,5 тысячи квадратных метров, так что мы готовы принять. То есть вот такой крупный хаб, в котором есть достаточно количество? Да, есть достаточно. На сегодняшний день находимся мы на Герои Сталинграда, и там не только постельное белье в нашем торговом центре. Наши партнеры могут обеспечивать еще посудой, там всякой посудой для ресторанов и тоже для коммерсантов. Очень много у нас медицинского, то есть у нас есть отдел для реабилитации, для реабилитации, то есть очень много медицинских вещей. И всем, стараемся всем полностью обеспечить. То есть получается, что отели, которые занимаются не только предоставлением номеров, не только поселением там в первой, второй, третьей линии туристов, которые приехали за пляжным туризмом, но и если приехали за медицинским лечением, оздоровлением, вот этим курортно-санаторным лечением, то для обеспечения всех вот этих потребностей вы полностью можете ехать. Да, да, полностью. Она обращена ко всем предприятиям, ко всем предпринимателям, занимающимся туристическим бизнесом. Мы просто говорим, что на территории города Симферополя, в центре республики, создан крупный хаб, товарный оптовый центр, который работает напрямую со всеми отельерами, со всеми мини-отелями, частными хозяйствами, которые занимаются туристическим бизнесом. И с каждым, собственно говоря, потребителем выстраиваются индивидуальные отношения. Руд, какие есть пожелания вот к владельцам, вот на самом деле сейчас начало, середина мая, да? Курортный сезон высокий у нас начинается в 20-х числах. Как, что, собственно говоря, можно предложить, вот как им поступать в этой ситуации? Вот на сегодняшний, данный момент, да, вот на данное время, да, они на сегодняшний день могут обратиться к нам. На сегодняшний день у нас есть товарный запас, более стандартные все наборы, там, постельного белья, полотенец и так далее. Но я хочу обратить внимание, гостиницы, санатории, которые индивидуальные, какие-то пожелания, какие-то пожелания в отношении названия своих гостиниц, то есть логотипы и так далее, и так далее. В связи с тем, что действительно очень сложные условия, тем более сейчас с надвигающим сезоном, очень тяжело поставить. У меня пожелание вот для индивидуальных заказов обращаться чуть пораньше, потому что сказки не бывает в этой жизни, то есть надо время. Очень многие люди не понимают еще, что это очень большой срок доставка, доставка по Крыму. Поэтому нужно, нужно немножко пораньше. То есть получается, что вы, кроме того, что поставляете стандартные комплекты, которые запакованы, являются, ну, там, массовым таким продуктом, вы можете делать индивидуальные заказы с логотипами. С логотипами, со всеми размерами. У некоторых нестандартные размеры кровати, грубо говоря, да. Там нестандартные, там, что-то нестандартное. Или специально пользуются какими-то спецдорогими или специально дорогими постельным бельем. Ну, для качества и для большого количества нужно время. То есть надо, пока есть май, пока есть время, нужно обращаться заранее и формулировать этот заказ. Уважаемые радиослушатели, наша программа, мы сегодня говорим о поставках текстиля отельному бизнесу перед началом курортного сезона. У нас на территории Республики Крым, в городе Симферополе, есть оптовый хаб, который позволяет обеспечить оптовыми ценами производителя всех отельеров. Любых отельеров, крупных, мелких, средних, которые заинтересованы не только в том, чтобы приехали как можно больше туристов на территории Республики, но и заинтересованы в том, чтобы провести сам курортный сезон на самом высоком уровне. И если существует определенное пожелание, определенное предпочтение, есть брендированные отели, у которых все брендировано и название есть даже на простынях, на наволочках и так далее, то эти задачи тоже можно решить и в связи с этим стоит побеспокоиться заранее. Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв и в конце поговорим о том, каким образом, в общем-то, мы будем взаимодействовать. Уходим на небольшой перерыв. Бизнес-технологии Уважаемые радиослушатели, говорим о наступлении курортного сезона 2015 года. Мы всю неделю об этом говорим с разных аспектов. И сегодня мы говорим о снабжении отельеров. У нас в гостях Арутюн Аганисян, директор оптового центра для дома и семьи, который занимается поставками текстиля для отельеров. Это постельное белье, это полотенца, халаты и весь набор всего, что необходимо для того, чтобы качественно встретить гостей. Арутюн, такой вопрос. Вот каким образом происходит взаимодействие? Например, услышали нас радиослушатели, которые занимаются этим бизнесом, которые живут в море и, собственно говоря, задали вопросом. Как это можно осуществить? Как можно познакомиться с вами? Обязательно надо приехать к нам на Героях Сталинграда, дом 8, в торговом центре Пушет мы находимся. У нас есть еще такое, скажем так, ознакомительную экскурсию мы можем организовать желающим. Мы можем, допустим, обеспечить транспортом любую организацию, которая заинтересована в закупе этой продукции, на, скажем, поездку к нам в торговый центр. Еще я вам хочу сказать, что не только гостиницы мы обеспечиваем, всех крымчан приглашаем в наш торговый центр. Мы можем организовать транспорт для сотрудников любой организации, бесплатный транспорт, наш торговый центр. У нас хорошая команда специалистов, которые там покажут, расскажут. У нас не только для гостиниц торговый центр, но и для простых граждан тоже. Правильно ли я понимаю, что, например, есть там город Алубка, и там есть люди, которые сдают номера. Или город Алушта. Они могут собраться вместе, и вы своим транспортом можете их забрать в Симферополь. Да, привезти в Симферополь и отвезти обратно. Понятно. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, у нас сегодня такой выпуск, который, в общем-то, посвящен чисто бизнесу. Мы подумали о том, что говорить вообще о конкретном-то бизнесе, это может быть не всегда правильно. Мы стараемся рассказывать о нюансах, о том, как, например, регистрировать отдыхающих. Уже сейчас упростились условия до того, что можно одним ударом штемпеля в почте сделать регистрацию своего гостя и сделать таким образом, что абсолютно не стоять в очередях ФМС. С другой стороны, мы подумали о том, что поскольку республика находится в транспортной блокаде своеобразной, это реальный факт. И в связи с тем, что предприниматели с материка реально оказывают помощь всем ательерам республики, то мы просто-напросто открытым текстом говорим о том, где находится дверь, за которой можно решить множество вопросов. И эта дверь называется оптовый центр для дома и гостиниц, который буквально в течение последнего полугода непосредственно заточен под то, чтобы обеспечивать всем необходимым наших ательеров, которые... Наш сезон не такой уж и большой, количество солнечных дней не так уж и много, но тем не менее, для того, чтобы максимально эффективно отработать эти месяцы, нужно очень хорошо подготовиться. И в связи с этим у нас в гостях сегодня был директор оптового центра для дома и гостиниц Рутюна Ганесян, который, собственно говоря, сделал ряд достаточно важных предложений. В эфире была программа «Бизнес-технологии». Мы на самом деле преследуем одну простую цель, чтобы благосостояние крымчан, всех предпринимателей, которые не ждут у моря погоды, а которые сами работают на свое благосостояние, чтобы все росли и чтобы это благосостояние увеличивалось день ото дня. Спасибо за внимание. Продолжение следует...